На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. В начале коротко о главном в этом выпуске. Кто станет новым губернатором Тюменской области? Единая Россия определилась с кандидатом. В Нефтьюганске появится живой уголок. В числе его обитателей будут и ручные голуби. Из чего состоит семейное счастье. Супруги из Нефтьюганска взяли гран-при на Всероссийском форуме. Голубей в 13 микрорайоне теперь будет меньше. Депутаты городской думы решили многолетнюю проблему местной школы развития номер 24. Демонтировали плотно прилегающую к ограждению голубятню. Чем помешали птицы и как теперь сложится их судьба? Ответы знает Дарья Прокопович. В 13 микрорайоне голубятня появилась еще в 80-х годах прошлого века. Установил и все это время ухаживал за ней обычный нефтьюганец. Документы, право на собственность, все в порядке и по закону. Спустя годы рядом построили детскую школу развития. Новый руководитель посчитала, что голубятня не лучшее соседство для детей. Городские птицы, а именно голуби, являются переносчиками вирусных инфекций. Эта голубятня стоит очень плотно к ограждению нашего учреждения. Здесь дети, детский сад, здесь дети. Непосредственно на этой прогулочной площадке тоже были голуби. Поэтому мы решили, что нужно каким-то образом демонтировать эту голубятню. За помощью обратились к своему депутату. Алексей Землянских совместно со своим коллегой Сергеем Андреевым отреагировали в кратчайшие сроки. Птичий дом демонтировали уже через две недели. Хозяин голубей охотно пошел навстречу желанию жителей. Он с пониманием к этому отнесся. Мы оформили все соответствующие документы совместно с администрацией. Мы обращались в ДЖКХ, в департамент муниципального имущества. Во время выполнения работ ни один голубь не пострадал. Сейчас пернатые в Пытьяхе. Их приютил другой любитель голубей. На днях птиц ждет новоселье. Их новый дом теперь находится на базе отдыха и туризма «Сибирский двор». Владелец голубей будет не только продолжать ухаживать за ними, но и передаст свой многолетний опыт по разведению. Живой уголок нефтеюганцы смогут посетить совершенно бесплатно. Любой желающий здесь может прийти, покормить, может быть и заведет своего голубя. Пожалуйста, добро, пожалуйста, приходите. Мы рады видеть. Я вот предлагаю даже жителям, где-то что-то, у кого есть животные, которые хотят где-то вот, ну, может, или уехать, или нет времени. Пускай они сюда приносят, отдают нам. И в свободное время он сам будет приходить смотреть, а когда он занят, у нас есть люди, которые любят животных, ухаживают за этими. Проведать голубей и пообщаться с другими животными можно будет через неделю, в последних числах июля. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Единая Россия определила кандидата на выборы губернатора Тюменской области. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моур. За него свои голоса отдали 136 из 139 делегатов, представляющих единороссов из Югры, Ямала и Юго-Тюменской области. Напомним, прежний губернатор Владимир Якушев досрочно покинул свой пост. После президентских выборов его пригласили в новое правительство. О нынешнем кандидате репортаж наших тюменских коллег. Он заходит в эти двери одним из трех, а выйдет единственным кандидатом на пост губернатора от «Единой России». Молодой, энергичный, из команды Якушева. Кандидатуру уже поддержал президент, означив его в Рио. И чаша весов на партийной конференции сразу склонялась в сторону Александра Моура. Думаю, что накопленные знания, комплексное видение путей развития проблем и опыт эффективного управления Александра Викторовича Моура будет способствовать устойчивому развитию наших регионов. У Моура такой опыт есть. Экономист. Строить карьеру начинал в банковской сфере, в 2001-м перешел на госслужбу. Департамент экономики, имущественных отношений, замгубернатора, глава администрации Тюмени. Владимир Якушев губернатор и перешел именно с этого поста. Вот и в своем вступительном слове Александр Моур не раз подчеркивал, что он преемник курса своего предшественника. Что он продолжит развивать существующие проекты, дополняя их новыми. Промышленность, инвестиции, сельское хозяйство – все эти направления останутся приоритетными, но главным интересом остаются люди. Все, что делает власть, должно иметь конечной целью повышение качества жизни людей. Решение самых масштабных, самых амбициозных задач, которые мы ставим перед собой, обязано обеспечивать поступательное улучшение жизни наших земляков. За цифрами областного бюджета мы всегда должны видеть интересы конкретного человека. Выбирать губернатора будет вся большая Тюменская область. Будучи в Рио, МОР уже продлил соглашение о сотрудничестве с северными округами. Это человек команды Якушева, Владимир Владимирович, который сегодня, не побоюсь этого слова, готов продолжить стратегию развития, принятую и начатую Владимир Владимирович Якушевым, по развитию Тюменской области в сотрудничестве с северными территориями, это Хантамасийским автономным округом. С кандидатом на пост губернатора Тюменской области «Единая Россия» определилась практически единогласно. Из 139 голосов 136 за Александра Моора. Марина Лютова, Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. Роспотребнадзор Югры опубликовал итоги проверки мяса и мясных продуктов на прилавках мясных магазинов. За полгода было проверено больше 230 предприятий округа, которые занимаются производством, хранением и торговлей этой продукции. Жители округа могут быть спокойны. Антибиотиков, химии и ГМО в мясе не обнаружено. Однако в отдельных образцах специалисты ведомства обнаружили сальмонеллу. Кроме того, у некоторых торговцев отсутствовали документы, в которых указаны сведения о товаре. Зафиксированы также нарушения условий хранения, претензии к санитарному состоянию помещения и инвентаря. По результатам проверок изъято 86 партий мяса и мясной продукции, выписано штрафов на сумму около 3 миллионов рублей. Одна из лучших семей России живет в Нефтьюганске. Супружеская чета Гречко Горных взяла гран-при на Всероссийском форуме, который прошел в Ярославской области. Напомним, ранее они победили на муниципальном и окружном уровнях этого конкурса и теперь представляли Югру на России. О секретах семейного счастья узнавала Виктория Дрягина. В Ярославль съехались более 400 человек. Это 170 семей из 62 регионов России. Это настолько был такой семейный, умиленный фестиваль, что вот просто царила вот любовь, доброта, душа, душевность была. Несмотря на то, что все проходило вот в таком вот ритме. Концерты, мастер-классы и встречи с известными людьми. Каждый час участников заполнялся полезной и интересной информацией. Было очень много информации о том, каким образом общаться с детьми, как с ними контактировать, как с ними находить общий язык. А пока все взрослые были на тренингах с детьми, занимались волонтеры. Именно на играх Ева нашла себе друзей из разных уголков страны. Я познакомилась с Андреем, он живет в Южном Сахалине. Я познакомилась с Ирой, она живет в Курчатове. Я познакомилась с Ромой, он живет в Костроме. И еще очень-очень много друзей, просто это были мне самые близкие друзья, с которыми я проводила все свое время. Самым ярким событием для них стал выезд в Ростов-Великий. Именно там они представили свой творческий номер о традициях Клуба молодых семей Нефтьюганска. И получили гран-при форума за популяризацию семейных ценностей. Тысяча обладателей гран-при. Это Клуб молодых семей, семей и традиции Ханты-Мансийский автономный округ Югран. Фирменные футболочки. Молодцы, ребята. Нефтьюганска. Прекрасно. Очень красиво было. Конечно, не ожидали. Потом, когда мы вышли на сцену и еще вызвали наших соседей Ямало-Ненецкий автономный округ, у нас было пять семей, которые именно понравились, наверное, жюри. Помимо гран-при, Клубу молодых семей Нефтьюганска вручили сертификат общественного признания. Теперь общество будет находиться под патронажем российских специалистов и имеет право на консультационную помощь. Это поможет эффективно развивать местный клуб. Надо ездить. Обязательно надо ездить. Надо смотреть, надо изучать, надо знакомиться. Надо расширять клуб, потому что у нас всего лишь 30 семей здесь зарегистрировано. Нам надо больше семей. На самом деле мы узнали много чего. Можно поделиться со многими, множеством информации. По мнению Евгения, главный секрет семейного счастья в детях. Вот это вот маленькое, маленькое чудо, оно держит вот с этим чудом, и вот это вот все объединяется в одно целое, и когда есть поддержка, без этой поддержки тяжело. Самое главное – уважение, чувствовать друг друга. В планах супругов рождение как минимум еще троих ребятишек. Планируете ли вы теперь стать многим для семьей? Да. Сделать мир ярче предлагают неравнодушным нефтеюганцам. В городе стартовала благотворительная акция по сбору игрушек и школьных принадлежностей. Всех, кому не чуждо милосердия, ждут в Центре молодежных инициатив. Принимаются разные игрушки, а также все необходимое для подготовки к школе. Краски, альбомы, тетради, карандаши – естественно, в хорошем состоянии. Приносить вещи необходимо в ЦМИ, это в 3-й микрорайоне, кабинет 412. Сбор продлится до 1 августа. Отметим, в прошлом году горожане помогли собрать вещи для воспитанников Центра Веста и семи многодетных семей. Аналогичную акцию Центр молодежных инициатив планирует повторить в начале сентября. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтеюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.